Девушки отдыхают Это кофе твой, это мой чай Я вспоминаю, когда приехал первый раз на Фиолент Это был февраль месяц, по-моему, 2015 года Я ездил на конференцию в Сочи и с Володей Вороняком приехал в гости Мы, во-первых, ехали в Сочи на такси, это было мучение Но на самолете нам показалось дольше, не знаю почему Но мы сели на такси, поехали из Сочи По деньгам вроде дешевле, проще Мы поехали, намучились, тяжелая дорога Потом паром Потом ночью еще мы что-то не продумали Ночью пришлось ехать, что-то добираться от парома Погода такая, ну, короче говоря, вообще Вот я приехал туда Единственное, что в Симферополе в этом Даже не в Симферополе, а на Фиоленте понравилось Ну, конечно, вид, то есть поселок находится буквально у обрыва Там все, красота Но приятно ровно только на зоне этого обрыва Море, виды, тут же возвращаешься обратно Это глина, какая-то вот грязь Все такое серое, то есть это прям видно, что это просто беспроглядная вот эта серость в течение всей зимы Если мы здесь в Мурманске ловим вот эти какие-то неприятные моменты межсезонья Это, ну, грубо говоря, там октябрь, немножко там ноября И потом снег пошел и все Понятно, что голые деревья, но нет вот этого чумозейства, дождей каких-то там и так далее То там это происходит всю зиму И мне вот это, честно говоря, не очень понравилось Неплохо, наверное, что не очень холодно Но радости меня вообще никакой не вызывало Я вообще не понял, что вы туда поехали Потому что вокруг, ну, ощущение, что у людей совсем другие ценности Совсем все там по-другому Там, ну, все достаточно хорошо так притормозилось И жизнь вообще в другом формате абсолютно Ну, по сравнению с Мурманском, как минимум Ну, и вообще с Россией Ну, не знаю, я вот посчитал, что не будет правильным вмешиваться Какие-то советы давать, еще что-то Все-таки это там выбор Алины в первую очередь И она так хотела, она поехала, это ее выбор Ну, потом, видишь, как сложилось Что ты поехала за ней Но я понимаю все это желание помочь Так а ты-то ехала туда зачем? Помочь все-таки? Или хотела пережить жить? Сама-то ты что любила? Я боялась ее одну оставить Все-таки здоровья-то у нее всегда было не очень А там, что... Кроме Мишки, никого У Мишки своя жизнь Ну, как-то думалось, может быть Может, приживемся А вот не получилось Не, люди, которые привыкли жить в нормальных городах Я не знаю, как они там могут жить Ну, не знаю Кому как, наверное Есть же люди, которые счастливы Живут и счастливы Ну, нормальные города Здесь вопрос, наверное У нас тоже в России есть города Там со сложной ситуацией И нет там инфраструктуры Нет, в принципе, ни сервисов каких-то Ни комфорта Там моменты есть определенные Но это просто нам, наверное, в сравнении Мы все-таки привыкли В Мурманске, да К определенным возможностям К какому-то немножко иному взгляду на жизнь Чем-то мы схожи там с Питером, с Калининградом Рядом там Скандинавия Торговля тут рядышком идет Какая-то, да, между нами и Скандинавией Товары, услуги какие-то Отдых То есть у нас как-то вот Все-таки это какую-то определенную роль играет И я считаю, что То, что город Портово Даже в свое время, еще в советские времена Он как-то занес сюда определенный какой-то Да, отличался и тогда Да Вирус интеллигенции Высоких заработков Ну, присутствует тут что-то вот такое Но хоть и уже порт уже не тот И ситуация изменилась Но все равно Как-то формат этот вот Он вот сохранился Да, я на самом деле Вот после переезда вашего С Севастополя в Черноморске Когда я приехал, опять же Это был январь месяц Приехал, по-моему, в Черноморске Увидел этот дом Который у вас в процессе стройки был Само Черноморское Мне как-то стало поспокойнее Уютное место на самом деле Черноморский Ну, хороший поселок Город там, как его назвать Есть в нем определенная какая-то Своя харизма Какое-то, не знаю Своё обаяние, что ли Оно однозначно присутствует В межсезонье, наверное Как и в любом месте В любом городе Ну, тоска какая-то, да Приходит, навевает какую-то тоску Вот это всё Вся серость Голые деревья Дожди и так далее Там оно больше, наверное В межсезонье По моему опыту Сколько я не приезжал туда Много и Январь, февраль И в марте мы приезжали В шестнадцатом году Очень, ну, прям часто Приезжали по Калимон-Шоу Это реально Ну Не вызывает радости Скажем так Навевает скуку и уныние Вот Ну, в целом Не сказать, что Черноморский Проходит плохой Меня лично Что напрягает То, что При желании Ну, приехать Увидеться с тобой Или там Ну, вообще просто вас посетить Это процесс Сама логистика Просто ужасная Во-первых Это реально Дорого стоит Дорого стоит Даже не потому Что билеты там А потому что Необходимо, например Ехать на такси Туда и обратно Вот это напрягает Напрягает не только То, что нужно оплатить Там эти три тысячи рублей За это такси Ну и что нужно ехать Еще долго Ты приезжаешь С двух перелетов Дай бог там Удачную какую-то Спарку в Москве Там в Питере Сделаешь Быстренько пересел И там потом И шипилишь Два часа Такси эти Ну, нет гарантии Что ты получишь Нормальный, комфортный автомобиль За одни и те же деньги Тебе, ну, говорят Эконом или комфорт Я говорю А в чем эконом? Это машины До 2008 года выпуска А комфорт Это машины После 2008 года выпуска Вау То есть Грубо говоря Эконом Ты едешь за три тысячи На ведре просто У которого колеса отвалятся А за три пятьсот Ты едешь Ну Что может и отвалить Может быть не отвалится Но шансы тоже есть Поэтому примерно так И много я приезжал Часто пользовался такси И скажу, что Десятка раз Как вот мы Ну, прилетал-улетал Машины были Пару раз только хорошие Ну, приличные Которые прям вот Ну, комфортные Нормальные Не было ощущения Что какая-то предаварийная ситуация Последний день Последний раз Сыры прилетали Ну, тоже трэш То есть Этот комфорт Конечно Это Трясущаяся Глохнущая Вибрирующая Дергающаяся машина Ну, иномарка Но она прям В уставшем состоянии И мы чуть в Евпатории Не остались Вон, что-то она Короче не едет Может быть Давайте не будем рисковать Я говорю Давай мы рискнем Нам-то что Мы выйдем Другую машину поймаем Уже попутку Да доедем Если что Это тебе рисковать Доехал Чудо То есть И вот эти вот моменты Они, ну, лично Меня напрягали Ну, больше всего Именно удаленность Конечно Когда там Питер Или Москва Где прямые перелеты Или там Я все про Сочи вам говорил Давайте Сочи Или что-то рядом с Сочи Ну, лучше Сочи вообще Адлер, Сочи Прилетел туда Вверх прямые перелеты Летом есть Разумный ценник На перелеты Зимой и летом Отдых То есть Можно и зимой Рассчитывать Что мы приедем Однозначно Потому что Лыжи Еще что-то Какое-то там есть Ну, возможность отдохнуть Я предлагал тогда Ну, вот у вас Крым Это романтика Крым наш И все остальное Какая-то Вот не знаю Какая-то солидарность Патриотизм Что я не знаю Что там Что такое Или возможно У Алинки Я, ну, ловил Такую тему Что В ее размышлениях Что как бы Ну, страна Приняла Вот Крым Крым Это переходный период Крым Немножечко В каком-то смысле Ожидает Хороших услуг Хорошего сервиса И, наверное Мы со своим опытом Могли бы там У себя как-то Реализовать Применить И быть полезными Что-то зарабатывать Там и так далее Но, во-первых Там его не ждут Он там не нужен Вот Во-вторых Платить за это Никто не готов И так далее Там и так Все хорошо Вот Поэтому Говорить о какой-то Там Экономической Перспективе Там развития Ну, для малого бизнеса Или для специалистов Но я, честно говоря Не то, что не нахожу Ну Шансы, наверное Там Получить хорошую работу Или Закружить Интересный бизнес Построить Там Не меньше Чем в любом другом городе Да Что-то я много говорю У меня вообще На этот счет Есть много Что сказать И Моему возмущению Нет предела Вот Примерно так Это все выглядит Да Да ты-то че Я Ну Я Имею свое мнение Бесспорно Ты-то че Ты сама Для меня Че Для меня Все Давно решено Когда мы начали Уже считай Полтора года назад Продавать Дома Я уже понимала Что это Не хочу И Алинка Не хотела Она уже Не могла Жару Переносить Просто От того Что даже Ну Не знаю Вот я Говорю Молодым Мне шесть Вот Я говорю О том Что мне 62 года Мне там Скучно И тоскливо Ну Видимо Это от людей Зависит Кому-то Радость И Не выходить С огорода И больше Ничего Не надо А мы Вот другие Душно Там Как Алинка Сказала Душно Тут Нам Воздуха Не хватает Хотя Воздуху Воздуху Там Крути Конечно Ну Красиво Красиво Там Че Здесь Вспоминая Болгарию Три года Подряд Ездили В Болгарию В одно И то же Место Все это Все изучили Все обладили Все объездили Потом уже начали Охватывать Соседние Там Другие регионы Бански Еще куда-то 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 И вот Все Интерес Через 3-4 Года Пропал Ну Вот Такое Ощущение Что Все-таки Наши Вот эти Миграции Куда-то Это В большей Степени Кажется Что Есть Как-то Место Которому Ты Прикипаешь Какая-то Твоя Родина Где-то Готов Жертвовать Всем Привыкаешь Смиряешься С тем Что Мелькает Одно И то же Перед Глазами Но Ты Здесь Живешь И Работаешь И Поэтому Готов Здесь Жить И 10 И 15 Лет И так Далее А приезжая В места Ну Предполагаемого Отдыха Релакса И Там Да Своего Кого-то Ну Не знаю Творческого Гнезда Реально Вот этого Скажем Так Этой Энергетики Да Вот этой Мотивации Хватает На 1-2 На 3 года Ну 3 года Вот так Вот как-то Из практики Вот практика Показывает 3 года И все И приплыли Интерес Пропадает Мы еще Люди Творческие Беспокойные Непростые Скажем Так Поэтому Так Мы Это кто? Кто? Мы Семья Наша Такая Да Я просто Не в курсе Просто Не знаю Про что Ты говоришь На самом деле Не все Творческие Наши семьи Люди Ну ты Точно Творческий Человек Да Алинка Ну что Тебя Все Любят Алинка Алинка Да Она вообще Молодчина Ее конечно Все эти Лепки Всякая красота Вот эта глина Конечно Мне очень понравилась Как она начала этим заниматься Печка Там все Так она хлопотала Когда печка сломалась Так она три раза Ломалась Этот парень Приезжал Оттуда Черт Из Красноперекопска Я говорю Вы же наверное Проклял У нас Скажет Таких покупателей Что ездит Такую дали Ремонтировать Ну хороший парень Очень Сейчас я Отошлю Ключом Я просто Хоть мне и нужно Продавать дома Но я В общем-то Пока не советую Рисковать людям В плане чего? Надо еще Лет 20 Наверное Чтоб прошло Ну вот как для меня Чтобы вот Можно было там Людям приехать И жить Ну вот Кстати тебе Должна была Позвонить Матушка Терехова Вот хороший пример Человек уехал в Крым Живет В Судаке Чувствует себя чудесно И здесь конечно Я бы Ну 20 Не 20 лет Это все очень субъективно Если бы С какого-нибудь Не знаю Там С Пскова С Порхова Понимаешь Люди там С пригорода С областей Едут Там все Примерно то же самое Здесь я бы Не стал бы сравнивать Говорить что Где живет Простой россиянин Где-то в провинции Где-то какие-то Фермерские движухи Сельское хозяйство Люди простые Работящие Как бы Ну для них Вот это перемещение В Крым Я думаю Что одно удовольствие Может быть даже В Сочи В Адлере Было бы некомфортно Там урбанизация Там Ну там Немножко другая тема Поэтому здесь Все наверное По вкусу Я бы так сказал Я скажу Что Оно тебе может быть Не подходит Или просто пришло время Потому что Все-таки Вы напитали Это прилично Там Ну как бы Время провели Не зря Скажем так Поэтому Уж прям Говорить Это вот Твое личное мнение Мое личное Надежда же Заволите Надежда Алексеевна Она работает На удаленке Она же преподает Там Я взорвался Вебинары Какие-то там Облайн Да И есть чем заняться Она вдвоем С мужем У них не дома А квартира Мать Мы Короче Вы просто В мужике Слышь Надо Вот в чем секрет Все Понятно Вот Мать Тебе надо Мужика Хорошего Работящего Что Так сказать Прямо Специалист Во всех делах И будет С милым Рай В шалаше Поэтому Вот Вот Она Ключевое Слово Договорились Договорились Называется Вот Она Что Да Ну Шутки Шутками Вполне Возможно Да Ну А что Ты Соленкой Хлопотах В этих Во всех Все Уход Там Вот Эти Все Переживания Заморочки Я думаю Что Че Че Понравится Так Я Такого Мнения Слышу Разные Отклики Почитал Твои Комментарии Но Которые Тебе Пишут Твои Ответы Все Конечно Неоднозначно Но Мне Абсолютно Точно Понятно Что Ты Должна Быть Рядом Однозначно Со Своими Близкими Это Однозначный Факт Сюда Мы Говорим О Каком Помощи Уходе О Хозяйстве Жизнь Ваш Бейсболера В понеделе Пока Вы Разродитесь Мастера Найти И так Далее Какие Просто Житейские Темы Которые Нужно Решать Совместные Праздники Совместный Отдых Поездки Что-то Куда-то Какая-то Движуха Все-таки Вспоминая Наверное Наши Прошлые Периоды Жизни До того Как ты Уехала В Крым Ты Часто Выезжала Постоянно С нами Какие-то Там Путешествия Где-то Что-то Скандинавия Европа Куда-то Какие-то Ну Яркие Такие Поездки Которые Оставляли Хорошие Впечатления И помогала Нам Бесспорно С детками Это тоже Для нас Немаловажно Я За то Чтобы ты Была Здесь Конечно Как вот Пишут От детей Срочно Съезжать Факт Да Вали Мать От нас Срочно Все Вали Не нужно Дома тебе Делать Нечего Кухни Делить С нами Вот эти Ну Как это Кухня Хозяйка Одна На Кухне И так Далее Не нужно Ну Благо Есть Возможно Сейчас Там Отдельная Комната И так Далее Поэтому С одной Стороны Пока Конечно Есть Возможность Есть Время И Сейчас И праздник Еще И Новый Год А тогда Надо Что-то Искать То ли Это То ли Снимать То ли Может Быть И не стоит Что-то думать О покупке Какой-то Может Быть Стоит И поснимать Сейчас Я думаю Что Определимся К новогодним Праздникам Чтобы Понять Вообще Окончательно Как говорится Быть Уверен Понять Может Стоит Купить Потому Что У нас Вот Мат Капитал Можно Доложить Еще Приятность Полезную Детеныш Он Нам Подарил Мат Капитал Точнее Не Детеныш Государство Подарило Но Он Тоже Принимал Участие Поэтому Я думаю Что Надо Просто Подумать И Вспоминая Опыт Своих Разных Приятелей Друзей Кто Поезжал Другие Регионы Несколько Человек Делали Правильный Выбор Огромные Молодцы Они Ехали Сперва Снимали Устраивались На работу Жили В съемном Жилье Определялись Где Че Как Какой Район Насколько Это Удобно Ну И так Далее И только Потом Реализовывали Здесь Недвижимость Туда Выезжали Уже Покупали Притом Один Например Уехал В Калининград Коллега Мой Работая Он Уехал В Калининград Сдал Здесь Свою Квартиру Грубо говоря На эти Деньги Вырученные Снял Там Устроился Все Там Работа Какие-то Результаты Пожил Пожил Определился Где бы Он Жил То есть Понял Что Если бы Поехал Сразу Покупать Надел Бо Кучу Ошибок Ну И Все Равно Там И В конце Концов Там Не Остался Уехал В Москву То есть Так Вот Если Покупаешь Недвижимость Выезжаешь На место Закрепляешься То Часто Делаешь Ошибки Просто При Выборе Локации Там И так Далее Привязываешься И Вдруг Что-то Не Пошло Приходится Продавать Это Все Время Это Деньги Это Заморочки Поэтому Не Всегда Я Алин Котов Саратов Хотел Уезжать Помнишь Да Я Продам Поеду Туда Продам Там Куплю Не Надо Сними Квартиру По 15 Там Тысяч Месяц Заплатила Лучше Потратить Там 30 45 Тысяч Рублей Там 2-3 Месяца Пожить И Потом Четко Выбрать Там Или Наоборот Ничего Не Покупать Понять Насколько Хорошо Нет Чем Ты Продаш Здесь Там Риэлторам Заплатишь Этим Заплатишь Куз Пошлины Разнесешь Всю Свою Мебель При Переезде Там Вещи Все Разрушится Развалится Привезешь Дрова Там Купишь Опять Риэлторам Опять Это Ремонты Косметика Чего-то Моменты Ну И так Далее Потом Окажется Что Нет Не Пошло Опять Продавать Опять Это Все Оплачивай Этим Оплачивай Документы Делай Заморочки Потери В цене Какая Нибудь Ну Все Как Обычно Зачем Этот Нужен Цирк Если Ты Поехал Заплатил 15 тысяч Месяц 15 тысяч Второй 15 тысяч Третий Возможно Понял Что Это Не То Попал На 45 тысяч И Сэкономил Кучу Времени Или Выбрал Нормальное Место Грамотно Ответственно Подошел К Где-то Еще На Какие-то Услуги Там То Есть Я Так Вот Это Мое Мнение Многие Так Делали Все Очень Счастливы Довольны Поэтому Конечно Ломиться Вот Так Вот На Пролом В Любое Там Новое Место Куда Вы Хотите Переехать Я считаю Что Это Не Очень Правильно Ну У Алинки Знакомый Психолог Из Потом Решили Значит Перебраться В Севастополь Приехали Сняли Жилье Пожили Полгода Потом Они Все-таки Купили Квартиру В Севастополе Полгода Прожили И уехали Назад В Москву Так что И тут Бывает Не срабатывает Ну Хотя Говорит Город Знали Весь На машине Уже Приехали Ездили Как Ну Как у себя Дома Все Знали Что Как Что Все Говорит Вот Прошло Полгода Все Мишка Живет Довольный Вот Четчик Вот У него Вот Такой Ну Ему Нравится Все Вот Его Не Выгоняешь Оттуда Плюс Все-таки Родные Места Так Много Людей Там Живут Но Не сказать Что Там Кто-то Расстраивается И Нормальные Нормальные Места Интересные С С С С Хреново Там Живут Небогато То есть Сказать Что Там Хоть и Финансирование Есть Видно Что Вкладываются Но Вкладываются В основном Федеральные Какие-то Проекты И Исполняют Федеральные Компании Крупные Соответственно Эти все бабки Все эти деньги Остаются У федералов Соответственно Уходят Куда-то Москва Только Работяги То Там Много Вахтовиков Я думаю Чтобы Там Деньги Которые Вливались Они Там В огромном Количестве Оставались Прямо Там Там Но Это Не Факт Я Так А То Что Привозят Наши Туристы Там Да Какие-то Ну Достаточно Лето Для Какого-то Там Макро Экономического Роста Я Думаю Что Достаточно Для Перспектив Там Десяти Морская Мы пыли В шестнадцатом Году Шлак Просто Шлак Ты ходишь Все ржавое Чумазое Какое-то Все За два Года Павильончики Кафешечки Дорожечки Все Выложили Все Заборчики Все Причесали Прямо Стало Похоже На Нормальное Курортное Место Приятное Прямо Вообще Никаких Вопросов Это Как бы Вопрос Времени Но Скажем Так Наверное На вкус Товарищей Нет Ясно Да ты Как Мурманск Вообще Че Ты Скажешь Да Нормально Че Мурманск Я Сейчас Сколько Мы Тут Дни Десять Как Мы Приехали Как Будто Не Уезжала Как Здоровье Как Ощущение Ну Тут Не Ну Еще Конечно Пока Таблетки Пивайте Успокаивающие Так Так Нормально Да Ясно Все будет нормально Не переживай Сейчас Новый год Переживем Переживем Новый год Да Надо это пережить А там Что-то Не знаю Посмотрим Надо уже Что-то Планировать К мае Думаю Что поедешь Крым Там Надо порядок Наводить Да Все Если что-то Собирать Нанять Там Может Радика Может Еще Кого-то Чудо Мастеров Да Покрасить Почистить Там Все Чтобы Посвежить Подготовить К продаже Будут ли Покупатели Да Будут Я думаю Что за дом Не стыдно Мы там Уложились Очень хорошо И сделали Все Прилично Там Есть Моменты Которые Чисто Косметические Устранить Так Можно Ворота Сделать Там Где-то Надо Что-то Конечно Доделать Может Где-то Там Декоративно Что-то Там Доделать Я бы Сделал бы Эти навесы Привел бы В порядок Крышу Отремонтировал Где Слетели Эти Навесы Где Шашлычка Тоже Поменять На Сделать Черепицей Ну Все Сделать Одинаково Что Ну Так Что-то Причесать Привести В порядок Наверное В самих Квартирах В домах Убраться Все Лишнее В коробочке Посложить Оставить Вот мебель Там Чего Чтобы Оно Было Уже Без Личных Каких-то Вещей Вещи Собрать Там Прикинуть Как Переправлять Короче Вот так Ну Ладно Рассказали Все секреты Чаю Попили Малыш Спит Поехали Мы дальше Будем Собираться К дому На одну Работу Ехать Всем Пока 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 Субтитры